МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу, 5 октября. В студии работает Андрей Теннет. Это куротка о главных событиях. Глава государства Нурсултан Азарбаев предложил объявить предстоящий год, Года молодежи, Жастаржалы. Президент выступил с очередным посланием народу Казахстана. Жительница поселка Ботакара умерла прямо на операционном столе районной больницы. Родные погибшей обвиняют врачей в халатности. 35 ветеранов педагогического труда были отмечены на праздничном мероприятии в школе-гимназии номер 95. Совет ветеранов Октябрьского района Караганды организовал праздник в преддверии Дня Учителя. Глава государства Нурсултан Азарбаев предложил объявить предстоящий год Годом молодежи Жастаржалы. Президент выступил с очередным посланием народу Казахстана. Стратегический документ посвящен актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев. Новое послание Нурсултана Азарбаева народу Казахстана затрагивает актуальные вопросы социально-экономического развития страны. Ельбаса отметил, что его главной задачей является поднятие благосостояния граждан, сделать жилье доступным, образование качественным, а полицию эффективной. Значимость данных шагов подчеркнул глава государства. Особенно тепло народам была принята новость о повышении уровня минимальной заработной платы. Во-первых, поручаю правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в полтора раза с 28 до 42 тысяч тенге. Это будет реальной помощью для каждого казахстанца. Это напрямую увеличить оплату труда 1 миллиона 300 тысяч человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях, всех форм собственности. А также повышение коснется 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%. Также Ельбаса отметил, что необходимо поддерживать отечественных производителей. Он подчеркнул, что малый и средний бизнес невозможно развивать в условиях, которые диктуют представители местной исполнительной власти. На предпринимателей не должны оказывать давление, заметил Нурсултан Назарбаев. Громкими овациями сопроводили его слова о налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. Это решение было принято, чтобы сократить теневой оборот экономики, и бизнес мог начать работу с чистого листа. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за три года. Чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа, также поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. Хорошо, что вы аплодируете, но не все так гладко, как это надо понять. Во-первых, есть бизнес, который честно платит налоги. Он завтра скажет, этому списали, а мне чего не списали. То есть речь идет о списании пений, штрафов, если он заплатил основной налог государству. Напомним, сегодня, 5 октября, в резиденции Аккордана Жултан Азарбаев выступил с посланием народу Казахстана. Прямую трансляцию выступления главы государства посмотрели сотрудники аппарата Акима области Ерлана Кошанова. Тухжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов раскритиковал банки за неэффективную работу в сфере микрокредитования по программе развития массового предпринимательства. По его мнению, банки не желают выдавать кредиты по госпрограмме, поскольку они составляют серьезную конкуренцию для внутренних банковских продуктов. Доклады, которые зачитали участники совещания, возмутили главу региона. В целом банки освоили лишь 17% от общей суммы, выделенной в этом году. Причина в том, что займы выдаются всего под 6% годовых, в то время как по собственным программам банкиры одолживают деньги под 15-18%. Глава региона напомнил банкерам, что этими действиями они саботируют работу программы президента страны. Это поручение президента, то, что 6% он... 6%, да? Это значит для вас конкурент? Для ваших программ? Так получается, Алмаз? Сейчас, да. Так получается? Да. А дому что? Кто должен требовать это все? Кто, у кого в руках должен быть это? Дому оператор, деньги через него, он с банками, он заключает контракт. Так закрутили, никто ничего не поймет. Встречаемся через месяц. Картина должна быть другая. Всем активно работать. Это поручение президента, еще раз говорю. И саботировать так никто не позволит. Здесь же обсудили реализацию еще одной государственной программы. Программы ипотечного кредитования 7-20-25. В Караганде она стартовала в июле этого года. Однако не все города-спутники и моногорода приняли в ней участие. Надо заходить в те города, которые мы кроме Караганды, где нигде не строим. Тимиртау, Балхар, Жасказган. У нас другие крупные города. Вот там надо также строить. В процессе обсуждения Ерлан Кушанов сообщил, что область готова помогать в строительстве жилых домов застройщикам, участвующим в программе 7-20-25. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области скончалась роженица. Жительница поселка Ботакара умерла прямо на операционном столе районной больницы. Родные погибшей обвиняют врачей в халатности. Так в последний путь провели Хадишу Дарминбаеву. Еще вчера вся семья женщины пребывала в радостном предвкушении пополнения. Однако вместо выписки из роддома родным пришлось организовывать похороны. Хадиша скончалась на операционном столе центральной больницы Бухаржавского района в ночь со 2 на 3 октября. Женщину забрали на скорой. Сделали экстренное кесарево сечение, однако спасти не сумели. Родные Хадиши в ее гибели винят врачей. По их словам, женщине не была оказана должная помощь. Хадиша состояла в группе риска. Рожать собиралась в городе согласно сроку – 25 сентября. Но местные врачи убеждали ее, что время еще есть. Гинеколог посмотрела, сказала, что еще рано родить. Иди домой, подожди, потерпи, будет боли. А до этого она как раз жаловалась родным, что живот твердый, что-то ребенок не шевелится. Причувствие Хадишу не подвело. Ребенок в утробе оказался мертвым. Семья женщины до сих пор в недоумении, ведь беременность протекала нормально. 34-летняя женщина вела обычный образ жизни. Была любящей супругой, заботливой мамой двоих детей. Восьми и шести лет. О смерти самого дорогого в жизни человека дети пока не знают. Дети мне показали. Родственники сказали, надо показать. Но я не разрешила. Я говорю, ну дети, они есть дети. Я же не знаю, за их психику не ручаюсь. А вдруг это на них так повлияет. Поэтому я говорю, пусть она останется, как будто она уехала. А младшая бегает, говорит, она поехала за лялькой. Пусть они, говорю, так и думают. Пусть она так и в их память останется. В центральной районной больнице вину за свои действия не признают. По словам директора медучреждения, Хадиша Дарменбаева скончалась из-за эмболии околоплодными водами. О том, что произошла отслойка плаценты, врачи узнали, когда уроженицы отошли воды с примесью крови. Специалисты отмечают, что летальный исход был неминуем. Спасти никогда. Даже если бы это случилось на уровне области, аналогично был бы такой исход. Поэтому в данном случае как бы. А она так быстро, да, все? Это экстренно, да. Это очень быстро. Эмболия – это такая вещь, которая очень быстро развивается и, к сожалению, приводит к таким последствиям. Точную причину смерти установит экспертиза. Муж Хадиши уже написал заявление на врачей больницы. Между тем, местные жители отмечают, что это далеко не первый летальный исход в больнице Бахажравского района. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Специалисты Международного финансового центра «Астана» прибыли в Караганду. Они встретились с бизнесменами региона и представили свою работу. Мероприятие прошло в рамках Всемирной недели инвесторов. Международный финансовый центр «Астана» был запущен в начале текущего года. Он работает по пяти основным направлениям. Рынок капитала, управление активами, финансовые технологии, исламские финансы и управление активами. На сегодняшний день центр сотрудничает с лучшими компаниями в области цифровых технологий. Создание и развитие на входе на план нации, только для большего. В настоящее время интенсивно развивается рынок технологических решений для финансового сектора. По данным крупнейших консалтинговых фирм, сегодня объем глобальных инвестиций в область финтех составляет около 25 миллиардов долларов в год. Число финтех-компаний выросло до 8 тысяч, это в этом мире. Потом криптовалюты выросли до 1000 видов и запущены криптобиржи свыше 110. Международный финансовый центр «Астана» приглашает каргандинских предпринимателей повысить инвестиционную грамотность и получить международные сертификаты. В Актугайском районе появится этно-аул. Планируется развитие экотуризма. Это стало известно в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций. О социально-экономическом развитии Актугайского района рассказала Аким Салтанат Абеуава. Крупнейшим предприятием в Актугайском районе по праву считается компания «Алтаналмаз». Только за прошлый год она произвела более 2000 килограммов золота. В настоящее время производство расширяется. Вместе с тем, в ближайшее время планируется расследовать ряд крупных месторождений. Аким района Салтанат Абеуава подчеркнула, что сейчас для района в приоритете привлечение инвестиций. Одна из наших главных задач – это привлечение инвестиций в экономику района. Так, за 8 месяцев текущего года в основной капитал были привлечены инвестиции на общую сумму более 7 миллиардов тенге. По сравнению с прошлым годом показатель выполнен на 195,2%. Также Салтанат Абеуава рассказала о реализации плана по развитию экотуризма. Аким Актугайского района признала, что данная цель потребует немалых усилий. Ведь для развития туризма необходимо в первую очередь привести в порядок дороги. Мы понимаем, что отсутствие асфальтированных дорог затрудняет передвижение. Но, несмотря на это, за один только летний период наш район посещает около сотни иностранных туристов. У нас есть семь эко-отелей. Этого мало. Поэтому планируем строительство эко-базы «Этнаула», чтобы пропагандировать народные ценности и культурные особенности. Помимо этого, Салтанат Абеуава дала знать, как решаются проблемные вопросы, поднятые на аппаратном совещании. В частности, обеспечение школ углем. По словам Акима, черное золото доставили во все школы и отдаленные населенные пункты. Тохжан Лянова, Айдан Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ветеранов педагогического труда Октябрьского района чествовали в школе-гимназии номер 95. В преддверии Дня учителя районные Акима совместно с Советом ветеранов организовали праздничное мероприятие. Первое воскресенье октября весь Казахстан празднует День учителя. Одним из первых виновников праздника поздравил Совет ветеранов Октябрьского района. Порадовать своим творчеством и подарить хорошее настроение поспешили не только дети, но и молодые специалисты школы. Учителей и бывших не бывает, верно подмечает директор школы-гимназии номер 95 Мария Жакина. Учителей и бывших не бывает. И подарим им свое творчество, подарим им свои сердца с пожеланием крепкого здоровья и долгих лет жизни. На мероприятии присутствовали более 30 педагогов. Среди них и Жумабики Ахмеджанова. Опытный педагог признается, что работа учителя – одна из самых сложных, зато самая нужная и важная. Учительская профессия, она, конечно, очень своеобразная. Очень много надо терпения, очень много надо умения, чтобы находить общий язык с детьми. Пока что, слава Богу, все получалось. Мои выпускники подтверждают свои знания, идут по жизни с высоко поднятыми головами. И, как я говорю, ращу по мере своих возможностей сил настоящих истинных патриотов Казахстана. После традиционного праздничного концерта ветеранам педагогического труда провели экскурсию по школе. Больше всего им запомнился музей боевой славы имени Сергея Бирюзова, насчитывающий более 25 лет. Сами обучат и трудоустроят. В Центре занятости Сарани успешно реализуется программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. При поиске работы для соискателей специалисты учитывают потребности рынка труда. Один из ярких примеров продуктивной работы службы занятости мы встретили в швейном цехе Азиатекс. Найти свое призвание, когда тебе почти 50 лет, вполне возможно, если обратиться за помощью к специалистам. Это может подтвердить Алмагуль Садуева, одна из работниц швейного цеха в Саране. Воспитав четверых детей и поставив их на ноги, женщина освоила новую профессию. В этом ей помог Центр занятости. Я три года назад пошла в Центр занятости на работу, учиться на швейный курс. Шесть месяцев училась, после этого на практику находилась Азиатекс на работу. После этого остался работой четыре с половиной года, как я выучила. Спасибо нашему Центру занятости, выучили нас. За 15 лет работы швейный цех Азиатекс занял свою нишу на рынке. Предприятие обеспечивает работой около 20 человек. В последние годы цех активно сотрудничает с Центром занятости. Благодаря этому дружный коллектив компании Азиатекс на постоянной основе пополняется квалифицированными кадрами и молодыми умами. Мы тесно сотрудничаем с Центром занятости города Саране и предоставляем им постоянно рабочие места, как для прохождения практики, так и для потом трудоустраиваемых. По программе Центра занятости у нас сейчас уже остались работать после обучения два сотрудника, которые показали себя как специалисты. Сначала как хорошие ученики, потом как специалисты. И в дальнейшем влились в коллектив и очень хорошо работают, уже принимают индивидуальные заказы, работают на общих заказах. Местный Центр занятости ведет активную работу по переподготовке и обучению кадров. В период с января по август текущего года трудоустроено 967 человек. Среди них 24 человека на социальные рабочие места, 26 на молодежную практику, а более 200 человек направили на общественные работы. Специалисты Центра готовы найти работу каждому. Только в этом году по заявкам работодателей обучение пройдут более сотни человек. В этом году мы запустили 139 человек. У нас набраны 15 групп. Это разные специальности. Это как и слесарь КПА, и также швеи, и бухгалтера, и маркетинг, делопроизводство. Активно функционирует и электронная биржа труда. На сегодняшний день в базе данных портала имеются предложения от 73 работодателей Сарани, размещену 819 резюме безработных граждан. Токжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!